Пугающий диагноз онкология. Болезни, которой здоровые люди предпочитают не думать, и о те, кого она коснулась, не сразу могут понять, что дальше. Что провоцирует рак? Кто предрасположен к этой патологии? Непростая тема в специальном репортаже моей коллеги Дины Володиной «Борьба за жизнь». Малигнизированная невролимума. Я сначала даже не верил, что вот такой диагноз. Я брал вот эти для исследования какие-то вещи и отправлял в Новосибирск. Но мне подтвердили, что да, закачественная опухоль. Николай Сергеевич – онкопациент. Диагноз ему врачи поставили очень рано. У меня удалили с правой стороны на ноге практически все мышцы от колена до бедра. А потом удалили еще паховые железы все. Мне было 36 лет. И в общей сложности было 5 операций. Но онкология в 21 веке не приговор. Это тот враг, которого нужно знать в лицо. Не подпускать близко и точно понимать, как с ним бороться. Количество онкопациентов в нашем крае с каждым годом растет. Об этом свидетельствуют и данные Федеральной службы статистики. Пишут об этом и в годовом государственном докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Нагрузка, конечно, возрастает в несколько раз на коллег наших, на врачей, на онкологов, на первичную терапевтическую базу. Анализ динамики показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе за многолетний период, это 2008 и 2018 годы, показал ежегодный темп прироста 3,3%. В 2019 году на территории края зарегистрировано 13 806 случаев злокачественных новообразований. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на больше, чем 10%. К сожалению, неутешительное, что это онкология. У меня третья стадия с метастазами лимфоузлы. Для меня это был страх, растерянность. Как у любой мамы сразу мысли о том, как дети будут дальше жить без тебя. Осознать вот эту болезнь, конечно, это было сложно. Я постоянно плакала, я постоянно была в депрессии. Нина Николаевна столкнулась с диагнозом онкология. Первая реакция – шок, отрицание, злость. Что дальше? Диагноз серьезный и самые страшные – перспективы. Когда говорят, такой диагноз, конечно, но если вы понимаете, если проходит две недели, и вы не можете с этого состояния вылезти самостоятельно, и вы понимаете, что вы с кровати встать не можете, хотя у вас есть руки и ноги, голова ваша на месте, надо обращаться к специалисту, не затягивать. Чем больше вы сидите в этом депрессивном состоянии, тем потом вас сложнее оттуда вытаскивать. Вот и Нине Коробкиной взять себя в руки помог профессиональный психотерапевт. Ей удалось воспрять, несмотря на страшный диагноз. Все-таки третья стадия – это высокая стадия. Лечение тоже было очень тяжелое. Это и химия, и лучевая, это и потеря волос. И, в общем-то, я полгода находилась на больничном. Но дети очень меня сильно поддержали. Психологи говорят, семья и близкое окружение – важный фактор для восстановления онкопациентов. Николай Сергеевич не просто тезка нашего именитого земляка, серебряного призера Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014-м Николая Алюнина. Он – его дедушка. И это именно он поставил внука на лыжи и сноуборд, привил любовь к спорту и здоровому образу жизни. Говорит, его болезнь стимулировала сменить привычки. Куришь – не надо курить. Водку пьешь – не надо водку пить. И с едой тоже жареного не надо, соленого не надо. И я завязал с куревом. Помню, как это трудно мне было. Что провоцирует онкологию? Врачи и ученые сходятся во мнении, что среди причин, вызывающих развитие раковых клеток, есть два типа факторов. Это те, на которые мы не можем повлиять, например, возраст или генетика, и те, что напрямую зависят от самого человека. В первую очередь, это факторы риска, которые связаны с образом жизни. И, наверное, уже оскомину набило, что не курите, не злоупотребляйте алкоголем, не ешьте, что попало, рационально питайтесь. Международное агентство по изучению рака опубликовало список веществ и видов деятельности, провоцирующих развитие рака. На первом месте табакокурение. Примерно 30-35% случаев рака происходит из-за курения табака. Вторую по вкладу риск развития злокачественных новообразований до 20% случаев – это ожирение. Ожирение – отдельный фактор риска большинства злокачественных новообразований. Во-первых, ограничение потребления соли, потому что соль является фактором риска развития рака желудка. Если мы говорим про колоректальный рак, то там тоже напрямую связано с питанием. Если мы будем говорить про курение, то это в первую очередь рак легкого, рак почек, рак желудка, потому что легкие очищаются, соответственно, ворсинки трахеи все эти токсины выводят, и мы их рефлекторно сглатываем. То есть это происходит автоматически, человек даже этого не замечает. И примерно 20% этих токсинов, они попадают, идут по пищеводку, соответственно, рак пищевода, значит, риск, попадают в желудок, потом всасываются в кровь повторно, значит, все это проходит через почки, оседает в мочевом пузыре, соответственно, вот органы мишени. Часто рак гортани никак не проявляет себя, протекает бессимптомно. В этом заключается его коварство. Только со временем при глотании появляется чувство инородного тела. Оно начинает сопровождаться усиливающейся болью. Вскоре боль становится нестерпимой. Я тоже считал, что это касается других, а меня это не коснется. Болезнь проявилась, как обычная простуда, воспалились лимфоузлы. В процессе диагностики выяснилось, что это онкология. К слову, по наблюдениям врачей и онкологов, 40% из всех женщин, заболевших раком, легких – это жены курильщиков. То есть сами никогда не курившие люди. Зато табак употребляли их мужья. Давно доказанный факт – пассивное курение опаснее, но повышает риск развития инвалидности и преждевременной смерти человека. Сигаретный дым многократно усиливает отравляющее действие на человека других вредных компонентов – выхлопных газов, выделений промышленного производства, которые сами по себе не наносят такой сильный вред нашему организму. Доля опухолей, обусловленных воздействием загрязнения окружающей среды, по оценке Всемирной организации здравоохранения, составляет порядка 3-4%. И стоит на 11 месте из 12 опасных воздействий на организм человека. Однако часто мы то и дело слышим, во всем виновата экология. Психологи говорят, такие слухи распространяют, вероятнее всего, люди с определенным менталитетом. Эти люди не берут ответственность ни за что. Как правило, это, конечно, люди обидчивые, потому что кто убежается, тот не хочет набрать на себя ответственность. Это первое, да? То есть это люди, у которых ни по каким показателям, ни в каких сферах не оправдались их ожидания. Это очень удобно. Я обиделся, какой у меня спрос. Я обиделся, я в домике, вы ко мне не подходите. И проблему я решать это тоже не буду. Это тип людей таких. По данным Министерства здравоохранения России, в 2019 году Красноярский край не попал в число регионов с самым высоким заболеванием рака. На первом месте Архангельская область, дальше идут Брянская, Сахалинская, Мордовия и Пензенская область. Также в число регионов с высокой заболеваемостью, злокачественными новообразованиями вошли Орловская область, Ярославская область, Курская, Ивановская, а также Севастополь. Если посмотреть на те же цифры в Сибирском федеральном округе, то Красноярский край находится на пятом месте из десяти по общей заболеваемости злокачественными новообразованиями. На первом Алтайский край, где нет крупных производств и чистый воздух. Если сравнивать заболеваемость онкологии в городах края, то Красноярск находится на четвертом месте. Лидеры Минусинск, Ачинск, Лиссосибирск, на пятом месте Каннск. Что касается экологических факторов, да, они имеют определенное значение, но оно не высоко. Вот, большее значение имеют профессиональные вредности. Если человек, например, в силу своей профессии постоянно сталкивается с, например, пылью. То есть это и деревообрабатывающее производство, там же опять же и химический фактор, это лаки, краски, фенолы. Это нефтеперерабатывающая промышленность, это горнодобывающие всеобогатительные, это строительство. Так с чем же связан рост заболевших раком в Красноярске? Эксперты связывают это с двумя основными причинами. Первая – это увеличение продолжительности жизни населения, а вторая – это наличие в системе здравоохранения ресурсов для того, чтобы проводить обследование пациентов на раннее выявление злокачественных опухолей с помощью скрининга и программ ранней диагностики. В первую очередь речь идет про диспансеризацию, о которой наверняка многие слышали. Когда в отдельных групп взрослого населения целенаправленно ищут онкопатологии. Например, благодаря низкодозной компьютерной томографии стало возможно диагностировать в 3-4 раза больше очаговых образований в легких. И при этом, по сравнению с привычной рентгенографией, теперь есть возможность видеть более мелкие образования, а значит выявлять онкологию на ранних стадиях. По итогам 2019 года выявление рака легкого на первой-второй стадии в Красноярском крае превысило показатель России. В крае 32%, в РФ – 29%. За последние годы у нас увеличивается процент выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, это первая, вторая. Вот в 2020 году он составил 58%. А по ряду отдельных заболеваний, например, по раку молочной железы, он составляет более 80%. Плюс открытие в регионе центров амбулаторной онкологической помощи в крупных межрайонных центрах. Это когда пациенту не обязательно ехать в краевой онкодиспансер. Помощь того же уровня можно получить рядом с домом. В Красноярске такой САОП работают уже два года на базе ЖД больницы. Учитывая тенденцию открытия САОПов и общение с коллегами из онкоцентра, идет положительная динамика, то есть разгружается очередь. Идет очень активное взаимодействие между нами и онкоцентром, тем самым мы получаем положительную, как у нас, динамику, потому что у нас увеличивается количество пациентов, снижаются пациенты на более тяжелую химиотерапию в онкоцентре, тем самым мы там сокращаем очередь, беря на себя часть нагрузки, такой как амбулаторная химиотерапия. Еще одна причина роста заболеваемости – увеличение продолжительности жизни. Чем старше пациент, тем выше риск развития онкопатологии. В целом нужно сказать, что в Российской Федерации основной пик злокачественных новообразований приходится на возрастной промежуток 60-70 лет. Примерно в третий случай в смерть от рака обусловлена пятью основными источниками риска, связанными с поведением и рационом питания. Это высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности употребления табака и алкоголя. Нина Николаевна рассказывает, диагноз ей поставили в 2008 году, и она, несмотря ни на что, выбрала жизнь. Методики уже на тот момент разработаны были, и Лариса Николаевна, заведующая, которая мне делала операцию, она ведь много делает таких операций, и, насколько я знаю, что она посещала в Германии была. После операции она записалась на акваэробику, стала много гулять, ходить на концерты, а еще занялась общественной деятельностью. Стала помогать и поддерживать людей с диагнозом «рак» и возглавила региональное отделение Ассоциации онкопациентов. Самое главное – напомнить свою жизнь позитивным мышлением. Понимаете, если мы лежать будем на кровати, но ничего не произойдет, рыдать. Здесь только про действия. Вот я буду действовать. Я сегодня сходил в кино, даже на больничном, да, конечно, мы говорим о состоянии здоровья, что позволяло. Вот я молодец. Насколько я могу заняться ходьбой, вот я настолько и буду ей заниматься. Насколько я сейчас могу заниматься йогой, настолько я и буду ей заниматься. Поэтому здесь немножко есть реконструкция жизни. Конечно, она поменяется, но вы все вернетесь практически к прежнему образу жизни. Да, будут какие-то нюансы, где надо будет себя поберечь. Очень важно, чтобы ты лечился, чтобы состояние твоего организма было такое, как чтобы он сам боролся вот с этой болезнью. Николай Сергеевич, узнав о диагнозе, кардинально изменил свой образ жизни. Он до сих пор занимается спортом, гуляет на свежем воздухе три раза в день, а летом по утрам купается в мане. Колбасу он не ест, минимум соли и сахара, предпочитает овощи, выращенные в своем огороде, фермерские продукты и лесные ягоды. Было еще после этого две операции, но чувствовать я стал себя лучше, лучше, лучше. И где-то в 50 с лишним лет у меня эта инвалидность закончилась, я почувствовал себя достаточно хорошо. Занятие любимым делом, время, проведенное семьей, помощь ближним, меньше злости и больше светлых мыслей и благодарность. Вот рекомендации людей, победивших рак. Мне сейчас 84, а было 36. ПЕСТ!